Всем доброго времени суток. У нас очень хорошая погода, великолепно, солнце, немножечко ветер, ну так, незначительно. И у нас все еще самоизоляция, мы немножечко все равно погуляли с детьми утром, и сейчас детки спят. А я решила сделать супер глобальную мега уборку своей кухни. Я сейчас освободила всю свою поверхность, и у меня в планах действительно сделать грандиозную уборку. Я сейчас буду заниматься кафелем, почищу плиту, почищу вытяжку, хочу расхламить все шкафы, хочу все полки очистить от пыли, протереть пыль везде. Какую-то ненужную посуду сложить либо на верхние полки, либо вообще, даже не знаю, выкинуть или не выкинуть, но куда-то от нее избавиться. Хочу нижние полки очень сильно помыть, потому что всякие капли, это все, это все засыхает, и очень сильно становится видно. А также очень хорошо хочу почистить свою столешницу, у меня каменная столешница, я ее в принципе протираю каждый день, но не во всех местах, сейчас я все освободила, и хочу очень хорошо с чистящим средством все пройти промыть. Что касается чистящего средства, я хочу протестировать саниту, вот этот гель, я увидела этот гель в работе у одного блогера, я не знаю, реклама это была или не реклама, но мне очень понравилось, как очищает вот эта санита гель, по крайней мере в том видео. Я хочу попробовать эту саниту на кафеле, на своей плите и на вытяжке, но если вдруг ничего не получится, то у меня есть старый добрый сив, который точно все очищает. А пока у меня вот этот новый дружочек, мой санита, буду ее тестировать. Я уже подготовилась, я уже в перчатках, сейчас у меня заметила, что когда я сижу постоянно дома на вот этом карантине, постоянно что-то мою, и очень трескаются руки. И поэтому я раньше делала просто масляные маски, масло под перчатки, пару капель масла наносила на руки, руки в перчатки, но сейчас мне этого недостаточно, и даже масло, вот витамин А в масле тоже недостаточен. И сейчас я перешла на бипантен, бипантен мне очень понравился, я стала его использовать, и он очень быстро закончился, и теперь у меня дешевый аналог бипантенов, просто крем-мазь точнее, декспантенол. Очень хорошо заживляет, особенно если жирненько так намазать на ручки и в перчатки, и походить где-то часа 2-3, просто вообще шелковистые руки. Мне очень нравится этот метод, однозначно буду дальше его применять. Вообще, если честно, я постоянно забываю мыть кафель и мыть столешницу вот так капитально. Может быть, даже не то, что забываю, просто не люблю это делать. И у меня вот такая грандиозная помывка случается где-то раз в год или 2 раза в год всего лишь. Поделитесь со мной в комментариях, как вы ухаживаете со своим кухонным кафелем, какие вы средства используете. Может быть, я для себя открою что-то новенькое, мне очень интересно. Ну вот, прошло минут 5, не больше. Я все смыла, смывалась достаточно легко. И вот, что я могу сказать по поводу этого средства. То, что я довольна, это вообще ничего не сказать. Я просто в офигенном восторге. У меня кафель просто не то, что он чистый, он новый, вообще новый. И вот этот кафель, вот эта вот поверхность, вот она была больше всех загрязнена, потому что здесь плита. И я даже не терла ничего. Я вот намазала, распределила это с Анитой этой. Оставила так до 5 минут, не больше. Просто протерла даже не губкой, а тряпочкой микрофибровой. Вообще все идеально. Вот здесь, вот на вот таких поверхностях, здесь пришлось тереть губкой. Но тоже, это вот буквально раз-два, я потерла и все. И все супер. Все у меня тут ни одной жиринки. В общем, я очень довольна этим средством. Однозначно буду его использовать. Вот здесь вот у меня стоят обычно ножи на подставке, чайник, заварочный чайник. И вот здесь вот обычно у меня такая область шершавая. Ее не видно, что она грязная, но она шершавая, если потрогать. Сейчас вот я трогаю и гладкость. Прямо приятно даже потрогать. Находясь под таким впечатлением от этого геля саниты, решила и протереть ручки, и также вот нижние вот эти фасады, они вечно в каплях, вечно заляпаны. Но так как это деревянные фасады, я побоялась держать какое-то время. И как только нанесла, сразу же начала смывать. То есть прошло там буквально 2 минутки где-то. Слушайте, ну с фасадами тоже средство справилось. Все нормально, ручки отмылись, дверцы тут какие-то капли жирные отмылись. Мне очень нравится, я вообще прям для себя открыла это средство. Наверху тоже вечно все заляпанное. Вот здесь вот особенно, где у нас тарелки, где у нас какие-то контейнеры, все это было заляпано, сейчас все чистенькое, новенькое. Наведение порядка в ящиках начинаю с самого верхнего, крайнего моего самого малоиспользованного ящика. Здесь у меня горшочки и свадебные бокалы. Так, вот что у меня тут творится в разделе круп. Ну, в принципе, более или менее, но немножечко прибраться-то стоит. Вот столько у меня получилось контейнеров и того, чего надо разобрать. В принципе, круп у нас не сильно много, но у нас есть вот такие штуки. Так, вот она гречневая мука, льняная мука, вот всякие разные таблетки, которые мы недавно использовали. Их надо убрать. Вот эти вот всякие разные интересности нужно распределить по контейнерам. Ну, в общем, сейчас все это сделаю красивенько. Девчонки, все разобрала, и у меня даже вот эта полочка полностью освободилась, и я переместила сюда свои сухофрукты. Вот, мне очень нравится. И вот в этот контейнер я все свои вот эти нестандартные муки или муки, не знаю, пересыпала вот эту гречневую муку, льняную, у меня еще есть еще какая-то там кукурузная. В общем, все здесь. Вот здесь тоже у меня два вида риса, здесь два вида длиннозерного, здесь круглозерный, ну, и крупы всякие разные. Вот здесь вот у меня орешки. Мы любим, муж у меня любит фундук, я люблю макадамию, а старший сын любит кешью. В общем, все это собрали здесь. Теперь следующий ящичек разбираем. У нас тут посуда, и вон там самая дальняя полочка, на ней ничего не используется, кроме вот этой вот формы. Может быть, форму я куда-то поближе перенесу сейчас, не знаю. Но мне нужно помыть здесь вот эти штуки. Видите, у них, они все в каплях, меня это жутко раздражает, и я хочу это сейчас помыть. Я люблю мокрую посуду ставить сразу в шкафчик, поэтому и у меня есть коврик для высыхания этой посуды. А вообще я заметила за собой, что я сейчас начала очень часто вытирать посуду, если она не из посудомойки, а если я ее помыла, мне хочется ее вытереть на сухополотенцем, особенно это касается кастрюль. И тогда эти капельки не засыхают, кастрюльки всегда сияющие, и даже настроение поднимается от этого. В этом шкафчике у меня находятся салатники, большие тарелки, стеклянные кастрюльки, мультиварка, мясорубка, а также баночка с сахаром. Сейчас занимаюсь тем, что выбрасываю всякий хлам. Очень много вот в этих ящичках накапливается всяких трубочек, уже использованных, всяких каких-то баночек непонятных, которые надо выбросить и которые нужно не вспоминать, вообще избавиться от всего этого. Самое мое интересное отделение, это отделение с кастрюлями, потому что иногда в кастрюлях можно обнаружить части мозаики, либо каких-то конструкторы лего или еще что-нибудь. И нужно успеть выложить это из кастрюли до того, как я соберусь что-то готовить. И это, конечно, очень забавно смотрится. А это мой так называемый ход-спот на кухне. У нас очень много конфет, всяких печенек, и сейчас я это все структурирую, систематизирую. Покажу поближе. Вот это вот у нас полочка со всеми сладостями. Сахар в мешочке для выпекания хлеба у меня. Там салфетки. Здесь у меня полностью все в печенье. То есть все печеное и все, что относится к печенью, все здесь. Здесь у нас конфетки. Ну, собственно, уже показывала, да? Вот эти все конфетки там в пакете для детей детские. И вот такая стационарная вазочка. Так, следующая полочка у нас вот такая. Здесь у нас пищевая пленка. Огромный рулон просто какой-то. И мне даже иногда кажется, что она не пищевая, а для мебели. Значит, здесь у нас семечки подсолнечника, макароны, вообще всякие разные макароны. Здесь у нас пустое, не нашлось, что сюда поставить. Ну, и там на самом верху самые ненужные вещи. Огромная кастрюля вдруг понадобится. Вот этот вот барьер, фильтр. Ну, и старенькие всякие штучки, которые мне уже не нужны детские. Вот я залезла вот сюда, в самую-самую нашу полочку такую высокую. Здесь у нас вообще вот самое все такое. Там для шашлыков какие-то маленькие принадлежности, которыми мы никогда не пользуемся. Что-то я уже организовала на участок поедет. Вот эта вот соковыжималка, мы ей что-то вообще не пользуемся. Убрали пока ее. Кастрюли старенькие, в общем, проварка старенькая. Все, в общем, старенькая здесь доживает. Стеклянные шкафчики мыть не буду, недавно их только мыло. Я сейчас вот этот вот шкафчик разберу. Он у меня самый-самый такой бедовый. Я никак не могу его организовать. Сейчас у меня вот здесь вот хлам из-за контейнеров. Вот здесь вот у меня, ну, в принципе, какие-то такие вот бытовые вещи. И тоже, кстати, у меня здесь контейнеры, только круглые. Вот здесь вот у меня вся одноразовая посуда. И то тоже, чем мы пользуемся очень редко. Я хочу организовать вот эту полку и вот эту. Посмотрим, что получится. Прошло 100 миллионов лет, и я разобралась. В общем, теперь у меня это выглядит так. Вот там, помимо одноразовой посуды, у меня пластиковые контейнеры круглые. Они самые неудобные, по крайней мере, для меня. Всякие вот эти горячие чашки. Ну, вот это все. Вот неудобные паильники. Все это я сложила сюда. Здесь у меня все самое такое ходовое. И здесь самое ходовое. Здесь вещи первой необходимости. Суперудобные контейнеры и паильники. Здесь вещи второй необходимости. Миксер, блендер. Ну, вот эти все формочки. И неудобные контейнеры. Вообще, на самом деле, вот я хотела вам показать вот такие контейнеры. Вот такие. Они очень часто где продаются. Они дешевые, обычно входят в комплектах, продаются. И я, собственно, и купила их в комплекте. И к ним идут вот такие вот дешевые синенькие. Вот эти синенькие пластиковые крышечки. Вот никогда никому не советую. Это просто выброшенные деньги. Если вы хотите купить контейнер, купите нормальный контейнер. Вот, допустим, вот такой. С закрывающимися крышками. Такой. Вот это вообще... Ну, это для дома. Мне очень нравятся контейнеры стеклянные. Но вот это, это просто ерунда. И я думаю, что быстренько мы от них избавимся. Может быть, на участок отнесем или еще что-то. Но это, это не контейнеры. Это полная ерунда. Давайте еще вам покажу вот здесь вот быстренько. Так вот у меня выглядят мои приборы. Все очень просто. Ложки, вилки, ножи, ножницы. Вот тут вот палочки всякие от суши. Клейкая лента. Очень удобно именно использовать на кухне. Всякие штучки пластиковые. Вот очень удобные. Вот типа как вот, например, вот это от Нурофена. Это получается пипетка до запах. Очень удобная. И всякие тут детские. Вперемешку с чайными. Дальше. Здесь у меня... Вообще, на самом деле, здесь у меня хаос. Но я никак не могу его систематизировать. Я купила в Элборисе вот такие ограничители. И хоть как-то теперь это систематизируется. В общем, здесь у меня деревянные. Деревянные всякие приспособления. Здесь теоретически должны быть паловники и что-то большое. А здесь должно быть что-то маленькое. Но по сути вот так. И я не знаю, как сделать лучше этот шкафчик. Так. И последний. Это вот этот вот шкаф большой. Здесь у меня миски. Вот эти вот стаканы мерные. В общем, тут у меня по минимуму. Потому что вот этот ящик, он излюбленный Илюшин ящик. И он постоянно отсюда все берет. Поэтому мне нужно, чтобы здесь постоянно было немного вещей. И их было просто и быстро сложить на место. Здесь у меня хранятся мои кастрюли и сковородки. Вот так вот это все выглядит. Когда мы покупали кухню, мы хотели выдвигающиеся ящики. По типу, как вот этот вот. Но нас отговорили. Якобы эти ящики ненадежные. И кастрюли будут их прогибать. И ящики будут ломаться. Но по сути, сколько я видела и у каких-то своих знакомых. И у моих родителей. Эти выдвигающиеся ящики есть. Там хранится эта посуда. И ничего не ломается. Поэтому на самом деле такие ящики неудобные. Полки. Если я когда-нибудь буду делать кухню, я обязательно буду тебе делать такие выдвигающиеся ящики. Вот эту полку мы сами сделали. Это просто обычная деревяшка. Для того, чтобы здесь хранились мои противни и большие формы. Я не люблю, когда они хранятся в духовом шкафу. Поэтому мне проще сделать так. Здесь у меня хранятся коврик для выпечки. Потом фольга, фольга. Пакеты для заморозки, для льда. Миллион формочек для печенья. Вот эти все принадлежности, они очень опасные. Они у меня лежали вот в этом ящичке. Вот в этой куче, которую я показывала до этого. Но так как дети у меня достают это все, я это переложила пока сюда. Здесь пакетик вот с всякими прищепками, зажимами. Два пакета, которые, или даже три пакета, которые мне не хочется выбрасывать. Я их буду использовать дальше. Вот эти супер-мега крышки многоразовые силиконовые из Икеи, которые я обожаю. Ну вот и все. Здесь у меня вторая мультиварка. У нас две мультиварки одинаковых. Там далее у меня находится хлебопечка. Вот здесь у меня блюда, которые мы используем по праздникам, на праздник. Так, последний ящичек у нас. Здесь все деревянное. Вот это то, что красненькое высовывается. Это тортовница. Тортовница, вот эти вот досочки большие, маленькие. Инструкция для хлебопечки. Все такое. Хотела сказать пару слов про вот эту разделочную доску. Мы купили в Икеа сравнительно недавно. Там же в Икеа в это же время мы купили вот эти вот досочки. И вот эти маленькие досочки, они просто шикарные, великолепные. Все мне в них нравится, все круто. А вот эта вот большая доска, она сразу начала отклеиваться. Видите, вот здесь вот такие трещинки. Это буквально, я ей попользовалась там недели-две после покупки, и она начала вот так отклеиваться. И еще что-то тут у него тут какая-то, какое-то пятно в виде сердца образовалось, или в виде попы. Не знаю, в виде чего, но мне вот эта доска не понравилась, не хорошая доска. Вот эти вот прекрасные икеевские доски. Следующий ящик у нас со специями. Здесь у меня вот все. Самые основные специи, которые я использую, у меня хранятся вот в таких баночках. Это тоже икеевские баночки. Коркин они называются. В Икеа можно их найти. Вот они бывают маленькие. И побольше. Здесь тоже у меня хранятся всякие интересности. Есть еще в Икеа большие банки, но я не додумалась их купить. Вот все у меня здесь. Специи, сахар, соль, чай, кофе для заваривания чашки, кофе молотый, куча всего-всего-при-всего, сода, соль. Ну, в общем, все, что нужно. Вот еще хотела отметить вот такие сухари панировочные вот такой фирмы. Не знаю, никогда не покупала какие-то сухари панировочные определенной фирмы, но вот эти просто великолепные. Называется Волшебное дерево фирма. Ну, просто супер. Я теперь только за ними и охочусь. Вот они появились у нас в магазине. Я накупила сразу три пачки. Вот, раз, два, три. И теперь они у меня здесь место занимают. Здесь у меня находятся полотенца. Вот это коврики для сушки посуды. Там слюнявчики, которые никто не разрешает на себя надевать. Перчатки, еще перчатки. И там всякие штуки, которые не открыты и которые я не знаю, что с ними делать. Я надеюсь, что кого-то я смотивировала на глобальное расхламление и уборку кухни. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!